АПЛОДИСМЕНТЫ В 2002 году, прошлого века, у меня родилась идея воссоздать балеты из русских сезонов. А у Дягилева за 20 лет проведения русских сезонов было больше 200 спектаклей. Но, к сожалению, конечно, многие не сохранились, но такие удивительные и самые яркие спектакли, они как раз попадают в этот фильм. Петрушка, Жаптица и Шахерезады — это такие жемчужины из короны русских сезонов. Могу сказать, что они до сих пор идут в лучших театрах мира. Я уже после 1993 года, потом спектакль передали на сцену Мариинского театра, Жаптица и Шахерезады уже больше 23 лет идут на сцене Мариин. Все поколения замечательных балерин и танцовщиков уже участвовали в этом спектакле. Например, в Жаптице или в Шахерезаде и Диана Вишнева, и Захарова, и Ульяна Лопаткина. Все перетанцевали и Жаптицу, и Шахерезаду. Я поставил эти спектакли на лучших сценах мира. Я ставил эти спектакли в Риме, в Риге, в Марселе, в Дрездене. В прошлом году поставил в Софии. Леонид Иоанна Ниашвили в прошлом году поставил Жаптицу в Тбилиси. И получилось так, что мы, когда снимали этот фильм, мы были в такой идеальной форме для артиста балета. Это 20 с чем-то лет. И мы как бы, все, кто снимались в фильме, оказалось, что зафиксировали свои танцы в самом расцвете сил. Я был режиссером этого фильма. Почему? Потому что я пытался найти режиссера, который бы умел снимать балет. Такого я не нашел. Я хотел балетного артиста найти, который бы снимал кино. Я тоже это не нашел. Мне пришлось самому взяться и сделать это, как я считаю, нужно. Это была моя дебютная работа. Мне как-то сказали, что, Андрес, если ты снимаешь кино, и из того, что ты задумал, получается хотя бы 30%, это уже хорошо. Вот я могу сказать, что в этом фильме из того, что я задумал, получилось 80%. То есть то, что я задумывал, я в итоге и получил. Снимали мы этот фильм на Мосфильме. Тогда это были сложные времена. Это уже перестройка, которая никуда не завела. Все павильоны сдавались под хранение Кока-Колы и каких-то технических нужд. Кино не снималось. Но получилось так, что вот когда мы задумали этот фильм, нам пришлось взять в аренду 6 павильонов для того, чтобы отснять это кино. И мне сказали, что, Андрес, вот последний раз такое кино снималось в 86-м году. Это уже через 10 лет, вот как я подошел к этому. Последний раз такое кино снималось, когда снимали фильм-сказку Руслана Людмила. Ничего больше после этого не делали. Сейчас Мосфильм возрождается, снимаются новые фильмы. Мы снимали в павильоне, в котором снимал Андрей Тарковский. Шахерезада, например, идет в том павильоне, в котором Андрей Тарковский снимал Сталкера. То есть многие вещи уже как-то так вот перешли к нам по наследству от Мосфильма. Два талантливых оператора. Маша Соловьева и Пал Тимофей Члебешев. Пал Тимофей Члебешев был оператором-постановщиком в Шахерезаде. А Маша снимала у нас «Жар птицу» и «Петрушку». То есть два спектакля сняты Машей. А в Шахерезаде снимал Пал Тимофей Члебешев. Если кто не знает, это оператор, который снимал «Свой среди чужих». Он снимал «Белорусский вокзал», он снимал «Обломово», он снимал «Сибирского цирюльника» с Никитой Михалковым, «Раба любви». Вот эти все фильмы снимал Пал Тимофей Члебешев. Когда я ему предложил, он сказал, Андрей, всю жизнь мечтал снять балет. Но никто не предлагает. И вот когда я ему предложил, он сказал, что наконец-то моя мечта сбылась. А когда Пал Тимофеевичу исполнилось 60 лет, в киноцентре в Москве был его творческий вечер. И когда Пал Тимофеевич позвонил мне и сказал, Андрис, все мои фильмы уже видели. Но никто не видел, как я снимаю балет. И он попросил меня на своем юбилее показать именно Шахерезаду как один из своих лучших фильмов. И мне было очень приятно. Он показал свою первую работу дипломную, фильм «Ангел», который он снимал на Мосфильме, с которым он выпускался из ВГИКа. И показал мою Шахерезаду. Поэтому мне было очень отрадно и очень приятно, что такой великий наш деятель кино, оператор, гордится тем, что он сделал. И вот для меня это большое такое внутреннее событие. Затем получилось так, что был момент безвремения, не знали, куда фильм деть. Я его предложил в компанию «Юниверсал». Она тогда объединяла три больших записывающие компании «Дойче Гробофон», «Филлипс» и «Дека». И когда они увидели наш материал, фильм, который я им прислал, мне один из экспертов этой компании «Юниверсал» написал мне такой маленький имейл. «Спасибо большое за безвременный продукт». То есть, когда он увидел этот фильм, он сказал, что это продукт, который не имеет времени. Вот вы сейчас увидите, фильм снимался в 93-м году, ничего не изменилось. Замечательно танцует Нина на Ниашвили «Жар птицу», я танцую «Иван Царевича», моя жена Катя танцует «Царевну», в Шахерезаде снималась «Илза». Так что лучшие артисты того времени снимались в этом фильме. Я как режиссер, мне было немножко тяжеловато, потому что я когда думал, ну как вот Чарли Чаплин снимается же сам и сам режиссер, я подумал, что это так просто, что можно так и делать. Оказалось, что это очень тяжело, потому что нужно скомандовать мотор, начали, ты стоишь за камерой, потом должен выбежать на площадку, станцевать, потом уйти обратно. Хорошо, что тогда появились уже видеозаписи, я смог не просто стоя там сбоку, а потом отсматривать тот материал, в котором я сам снимался. Так что вот какие-то вещи, они такие были необычные и интересные. Давайте я вам покажу сейчас же артисту, я ее буду немножко комментировать, потом я отвечу на ваши вопросы, а потом покажу Шахерезад. Хорошо? Чтобы мы так не голосовали. Спасибо вам большое, слушайте. Всем удобно, если кто-то хочет, можно нас... Скажите свет, и я буду так вот давать небольшие комментарии. Да, не, пожалуйста. 80 лет полетов по всему миру. Музыка Игоря Стравинского, декорации Александра Головина и Леона Багста. Леон Багст сделал костюмы солистом. Александр Головин и Леон Багст. Хореография Михаила Фокина. Оператор Соловьева. Жар-птица Нина Ананиашвили. Царевич Андрис Лиепа. Царевна Екатерина Лиепа. Кощей Сергей Петухов. Кощей Сергей Петухов. Попадаем мы с вами в Кощей, в царство. В волшебном саду стоит замок Кощей. КОНЕЦ Ночью все спят, и только вороны летают над царством Кащея. Появляется всадник ночи, объезжает владение. Иван забирается на стену и смотрит в этот таинственный сад, и видит всадника ночи, который патрулирует владение Кащея. КАМЕННЫЕ ИЗВОЯНИЕ СТОЯТ, ОБРАЗУЮТ СТЕНУ. ПОЛЗУЮТ ПАУКИ И паутины затягивают рыцарей, которые превращены в каменные извояния. КАМЕННЫЕ СТОЯТ, ОБРАЗУЮТ СТЕНУ. Наверное, «Морозка». Да, видели? Ну вот, «Кощей бессмертный» тоже был такой фильм знаменитый. Как лицо сделали, знаете? Маску делали специально латексную. Я попросил, чтобы художник сделал точно лицо Кащея, чтобы было как у Миляра. Если вот взрослые помнят, в нашем детстве был такой замечательный актер Миляра. И он играл в знаменитом фильме «Кощей бессмертный». И вот я попросил, чтобы наш Кощей... А когда вышел фильм, рецензии написали, что наш Кощей переплюнул всех иностранных страшилищ. Ну вот, такие интересные... Может, какие-то вопросики есть? Андрей, скажите, пожалуйста, вы снимали этот фильм от живой компании, или же это была фонограмма? Это фонограмма. Фонограмму записывал оркестр Большого театра. Андрей Чистяков был дирижером. К сожалению, на площадку пригласить оркестр невозможно. Мы записывали одну фонограмму, и под нее же все время снимали. Было очень много дублей, но вот в итоге получилось и правильным манером снимали. Снимали еще на кодек 35 миллиметров. Это еще кино было до настоящее, не компьютерное. Андрей Чистяков 10 лет проработал в Старшинковой Альбоничке. Ну да, Андрюшу очень как бы я любил и с ним дружил. К сожалению, так рано он ушел. А это его как бы одна... Universal выпустил потом диск. У нас саундтрек идет как диск отдельно. То есть помимо того, что есть кино, которое как бы с DVD вместе, а еще выпустили саундтрек, потому что всем понравилось, как звучит оркестр. Да, девочки, говорите. Сколько примерно месяцев времени, чтобы довести движение до идеала? До идеала вообще никогда не доведешь. Мы... Нет, ну слушай, работать можно днями, часами, месяцами, годами, но хочется идеала, но его достичь всегда очень сложно. Поэтому работать надо много, но мой педагог всегда мне говорил, что надо работать умно, потому что иногда, когда работаешь глупо, можно и месяца не хватит, и трех, а может быть и до конца жизни не сможешь делать. Сколько делали? Вы знаете, вот мы снимали фильм, там три фильма, «Петрушка, жар, птица, шерих, рязан», мы снимали три месяца. Делали очень много дублей. А в кино вообще по такому, по законам кино надо делать, вот каждый кусочек делали по пять дублей. Очень много на это уходило пленки, приходилось повторять. Вот в тот момент, когда у артиста получилось, у оператора заело пленку. Значит, у оператора получилось, у артиста тоже свет выключился. Свет включился, в этот момент что-то не получилось у артистки. Или артистка ушла за рамки кадра. Что в кино и в балете сложно? Почему я взялся сам это делать? Потому что кино — это обычно крупный план. И чем больше крупных планов, тем интереснее кино. А в балете, получается, как только ты крупный план делаешь, ты уже позу не видишь. И всегда проблема. Получается, многие снимают балет общим планом. Но когда общим планом снимают, тогда нету чувств. А вот вы посмотрите, когда «Жар птицы» у нас крупный план был, у нас очень хороший был стилист, Саша Шевчук. Он сделал Нине, она не ошвили, ресницы из павлиних перьев. И специально наклеивал. И она вот танцевала все... Ее мейкап занимал два с половиной часа каждый день. Когда она приходила, она на два с половиной часа, у нас такое кресло было лежачее, вот она в течение двух с половиной часов, потому что грим должен был быть очень стойкий, потому что когда мы танцуем, мы, конечно, потеем, и чтобы вот этот грим не смывался. И он делал его несколько раз, он закреплял, и вот два с половиной часа Нина лежала на гриме до того, как потом разогреться и выйти на сцену. Давай. А кому больше фильм понравился, который не делал? Ой, слушай, это как дети. Вот, знаешь, маму спросили, какой ребенок любимый. Все фильмы мои как бы родненькие, сложные, очень сложно было, потому что это мой первый фильм. Меня сначала не слушали, думали, какой-то мальчик пришел, ну, а в итоге, когда сделали кино, получилось, все были очень довольны, рады. Получили мы несколько призов. Золотая лента русского кино в Анфлёре мы получили во Франции. Я его в Нью-Йорк возил, этот фильм, на кинофестивале показывали, на Кинотавре и на Московском кинофестивале. Так что фильм прошел, и он действительно вот остается как... Он есть в Ютьюбе, если кому-то интересно, кто-то хочет посмотреть, он в Ютьюбе есть, и кому-то показать можно спокойно, совершенно выложили. Кто там? Давай. А почему нет 12 пар? 12 пар? Хороший вопрос, умница, что эта постановка Михаила Фокина, он всегда очень хорошо и красиво делал постановки кордебалетных артистов. И у него всегда, вот во всех спектаклях, если вы заметите, у него всегда шестерки. Они очень хорошо делятся на две стороны. То есть если с каждой стороны по три артиста, то шестерка создает... Практически вся сцена занимается. Вот пополам делим сцену, здесь три человека, и там три человека, и центр между ними. Поэтому как бы вот по его такой вот хореографической логике эти 12 пар, 12 царевин, все это как-то так логично и красиво раскладывается, когда ты смотришь рисунок хореографии. Правильно? Молодец, что заметила. Хороший вопрос. Вы знаете, вот особенно тогда сапоги еще мы шили в ансамбле Моисеева. А сейчас мне заказывают специально сапоги, их практически в Москве шить невозможно. Есть какие-то талантливые... Вот я же делаю постановки, мне приходится для этих постановок сапоги шить, и они, во-первых, еще... Сапоги же не вечные, да, как бы станцевал 20 спектаклей, сапоги развалились. Не потому, что они плохие, а потому, что просто от того, что много в них танцуют, и они как бы портятся. Сапоги действительно, это проблема. Делают из специальной кожи, лайковой, потом их расписывают, и должны быть вообще как балетные туфли. Я вот в этих сапогах занимался для того, чтобы их чувствовать. Обязательно в них репетировал, потому что размер каблука, все это должно быть очень удобно, ну, вот как бы держал Нину, чтобы удобно ее держать, чтобы она тоже понимала. Хороший тоже вопрос. Сапоги — это такая тонкая вещь. Я их даже заснял крупно и показал, потому что вот в кино современном, да, очень много деталей обычно снимают. А когда снимают балет, детали не снимают. Ну, обычно сняли там вот артистку, вот как она крутит хойте. А всегда хочется детали посмотреть. Поэтому вот я детали тоже наснимал и вставил. Хореография не страдает, но как бы зато очень кинематографично получилось. То есть сказка, я вам сейчас наговаривал, потому что я же режиссер, и я знаю, про что снимал. Но в принципе дети, которые смотрят даже без моих комментариев, все равно в сказку проваливаются, в сказку все равно интересно смотреть. Что здорово, потому что это Стравинский. Ребенок, слушая музыку Стравинского, она сложная, да. А вот когда ты понимаешь, что она была создана для этого балета, даже Кощей смеется. Я когда музыку записывал, Андрюш Чистяков записал как раз этот момент. Я говорю, Андрюш, я говорю, можно я вас позову туда в культовую? Подозвал его, я говорю, Андрюш, я не слышу в оркестре смеха Кощея. Он говорит, ну что вы имеете в виду? Я говорю, вот в этом моменте Кощей бессмертный делает так. Ха-ха-ха-ха-ха. И вот в оркестре он достиг вот такого звучания музыки, чтобы получалось, как будто бы он смеется. Ха-ха-ха-ха-ха. А этот здорово, да? Та-та-та-та-та. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну что ж, Херезату вам показать? Это у вас сейчас, пожалуйста. Вы знаете, кино-то мы давно сняли. Просто если... Сейчас все это сложно. Мы, пока вот не было этого кризиса, мы сюда приезжали, целиком спектакль привозили. И же артицу привозили, Синего Бога, Тамар привозили. Все показывали. Но чтобы привезти сюда, даже без оркестра, привезти просто под запись артистов, это надо 60-70 человек привезти. Надо их разместить. Надо сцену снять. А вот так вот, ну, слушайте, это я взял диск и приехал. Артисты все приедут у нас на галоконцерт, который будет в театре 13-го числа, вечер, посвященный Марису Лиепе. Будут артисты из Большого, из Мариинки, из Кремлевского балета. Я думаю, что всем должны... Ну, видите, с одной стороны, мне, конечно, неприятно, что вы не можете их достать, а с другой стороны, хорошо, что их нету, потому что это для нас хорошо. Ну, вот я говорю, что я с удовольствием приду, расскажу, покажу. Ну что ж, Херезан, показывай. Что, давай, какой вопрос? Еще паутину? Хороший тоже вопрос. Был один... Я снимался до этого в кино сам, и там был какой-то момент, когда у главного героя какие-то были глюки, что он там немножко засыпает, и ему видятся какие-то мерещатся страшности. Этого человека вызывали из Киева. Это был... Это латексная... Паутина делается из латекса, горящий, горящий... Она накаляется до состояния... Состояние... Ну, как будто бы... Ну, как будто бы превращается в воду. То есть она расплавляется, и в этот момент она... Этим, как его распыляется. И когда я стоял, я вот за этих... Если вы думаете, что только я как этот... Как Иван Царевич там был, я пытался всем объяснить, как должен двигаться этот, как его замороженный Царевич. Никто не мог понять. Значит, я говорю, быстренько замажьте мне лицо черным, оденьте на меня костюм, и я встал. Вот первый, который вылезает, это я вылезаю. То есть мне было, как режиссеру проще... Но делают это 2,5-3 часа. То есть ты стоишь, и в течение 3-х часов тебя заливают этой горячей смолой. А смола, это летит, и на секунду обжигает твое лицо. То есть как бы идея в чем? Что она не оставляет, естественно, никаких ожогов, но летит, она расплавленная. В этот момент просто неприятно. Но искусство требует жертв. Да, дорогая? Как вы сделали людей из камня? Как вы сделали рыцарей из камня? Рыцарь из камня специально делали из папье-маше. Ну, кто вот взрослый знает, это сначала делают из... Сначала из пластилина, потом пластилин сверху обклеивают картоном таким, и тогда получается вот такая объемная... Вообще вот эту стену можно было поднять втроем и просто вынести. Она была легчайшая, прилегчайшая. Ну что, Шахерезаду? Поехали, Шахерезада! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Два брата Шаха. Один не может пережить, что у второго очень красивая жена, и все хорошо, и решил он своему брату насолить. И придумывает какую-то интригу. Это Шахри Яр со своей любимой женой Забеидой. Очень красивая музыка римского Корсакова. Это сестрица моя. Городовый растил три месяца. Снимали на Мосфильме. Как раз вот в том павильоне, которым снимался Сталкер. Костюмы делали в Большом театре. По эскизам Бакста, мастерские Большого театра делали вот эти костюмы. Почему? Через год. Все. Экстерские Большого театра. Скорбия. 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 Это Мариинский театр, премьера в Мариинском театре в январе 93-го года. Это Петрушка, я еще и Петрушку танцевал. Это Илза с Витей кланяются после Шахерезады. А вот Андрюш Чистяков тоже тут. Ну вот. Ну здесь можно было и не рассказывать, здесь все понятно. Мы с Павлом Тимофеевичем, с нашим оператором решили, что мы снимаем немое кино. И вот, наверное, как бы балет как раз подходит под вот эту историю, что такое немое кино, когда ты все понимаешь и без слов. Ну что, понравилось? Вопросики есть какие-то или все понятно? Деньгов нету больше. Тогда был вот, тогда Инкомбанк, помните, достопамятный. К сожалению, тогда это стоило 900 тысяч долларов, а сейчас я думаю, что миллионов пять нужно, чтобы такое снять. К сожалению, на балет никто столько денег не даст. А? На футбол дают. На футбол дают. Много дают. Они никак не могут попасть по мячу. Но, вы знаете, нет, мы отсняли все, но не сняли как кино. Вот мы снимаем с семи камер, мы сняли Синебог, мы сняли Тамар, Болеро, Ведение Розы, все есть. Но снято больше как телевизионный вариант. Ну, то есть это тоже красиво, тоже здорово, но так вот, как, я люблю кино, я фанат кино. И поэтому я снимал как кино, вот, как я его себе вижу. Как можно снимать балет, чтобы он не был скучным, когда он не живой. То есть, когда смотришь живьем, балет совершенно по-другому смотрится. Но вот я постарался сделать, чтобы вот, как бы, просто очень еще кинематографичные постановки, то есть это постановки же Михаила Фокина, мы их восстановили. Ну, Петрушка тоже очень красивая, кто хочет, может в Ютьюбе посмотреть, она тоже очень классная получилась. Просто я вас сегодня уже мучить не буду. Да. Что? Павлина где? Ну, мы, смотрите, у Петрушки там нужен был медведь, там должен, нужен был, нужен был еще удав. Там у нас, как бы, есть комната Арапа, я заказал себе, чтобы у меня удав был. В общем, в итоге я пришел, и в одной квартире, московской на Юго-Западной, в одной квартире жило три удава, два медведя, павлин. И, в общем, все оттуда взял. Это был мини-зоопарк. Квартира трехкомнатная. Как они там жили, я не знаю. Еще, по-моему, две собаки и сокол был. Так что, вот. Такой мини-зоопарк. Я просто не знаю, как они выходили гулять. Представляете, в грузовой лифт заходишь, а там на третьем этаже или там на пятом тебе два медведя заходят. Слушайте, я поставил очень красивую, если в Москве будете, опера-балет очень хорошая, называется «Золотой петушок», с костюмами и декорациями Натальи Кончаровой. Шикарный получился, идет в театре Натальи и Нинишный Сац. Поставил Евгения Онегина у Галины Павловны и Вишневской в ее оперной студии. Много всего. Только что сделал, поставил Байдерку. Вот следующий год, двухсотлетие Мариуса Петипа. Я в кремлевском балете на сцене Кремлевского дворца сделал Байдерку. Свою версию посвятил, ну, как бы, это двухсотлетие со дня рождения Мариуса Петипа. Сейчас вот ездим и делаем, если не можем там целиком спектакль, делаем Петипа-гала, делаем лучшие какие-то, лучшие хореографические куски из балетов Петипа. Я рассказываю, я как лектор. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли времени? Да. Сколько вы снимали этот фильм? Три месяца. Каждый фильм по месяцу. Ну, тоже, понимаете, как бы это нужно снять павильоны на три месяца. Надо телевизор, то есть киногруппу, то есть оператор. То есть там очень дорого стоит сама вот технологичность. То есть, когда ты снимаешь, например, на телевидении, ты прогоняешь балет, с семи камер его снимаешь, потом монтируешь. Это один раз, за один день можно делать. А это надо три месяца. И видите, мы же построили декорации. Я нашел эскизы Бакста, которые вот мы использовали для того, чтобы сделать красивую декорацию. И поэтому так это хорошо смотрится. А делали это вот как бы в этот переходный период, когда все разваливалось. Когда увидели этот фильм, никто из американцев, французов не мог поверить, что это сделали, ну, в той вот разваленной России. Да, вот 93-й год, 92-й. Просто, когда я показывал эти материалы, я говорю, слушай, вы в Голливуде снимали? Я говорю, да нет, у нас на Мосфильме. Да. А есть у молодец или кровь? Кровь? Кровь. Да. А она тебя узнала? Скажу, из чего вино делали. Там бокалы были, да? Я говорю, принесите мне вишневый сок. Несут вишневый сок, он с мякотью. Значит, ну, естественно, на картинке не смотрится. То есть в кино какие-то вещи. Я говорю, вишневого без этого, без мякотью нету. Я говорю, несите что-то еще. В итоге нашли какой-то клубничный нектар, который выглядит, он же должен для съемок подходить. И мы пробовали в разных бокалах, разливали, подходил оператор, смотрел, чтобы подходило по цвету. То есть на самом деле он пьет не вино, конечно, а пьет вот этот клубничный нектар. Всем так нравится, что теперь в спектакле все вот это движение делают. Как будто они тоже выпивают. Естественно, как бы в спектакле нету там ничего. Но все равно он, когда бокал отдает, делает так. Чего? Можно? Во-первых, я вас хочу поблагодарить за то, как вы комментировали эти фильмы. Вы понимаете, за то, что это будто маленькая девочка тебя послушала. Пусть какую-нибудь сказку рассказала. Но я сам, я же любил, это же я придумал. Поэтому мне очень приятно. Я уверена, всем детям понравится. Хорошо. И еще, походу, вам понравится книга о нашей балерине Маргарите Акатовой, которая танцевала в прошлом веке 60-70-е годы. Спасибо большое. И вы знаете, эта книга, она вошла в лонг-квист премии «Театральный роман 2017». Вот сейчас мы с ним, в смысле, изо дня в день ждем, когда публикуют шок. Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие. Я очень-очень рад, что у нас сегодня получился такой насыщенный день. Открытие выставки, посмотрели фильм. Я вам рассказал какие-то вещи про русские сезоны, про то, как мы снимали. Так что, а рассказывать про балет можно часами. Я как Арина Родионовна. Меня главное остановить. Ну вот, вот опять, что любимое. Вот как может быть у артиста любимый спектакль? Это вот как у мамы спрашиваете, вот кто из трех детей у тебя любимый? Вот этот плохо себя ведет, но он все равно любимый. А этот там, вот этот, все равно любимый. Вот меня спрашивают, какая роль? Все роли, которые я делал, я их очень любил. А иначе, как бы, вот, смотрите, я не должен был играть Шахрияра. Значит, должен был сниматься Михаил Леонидович Лавровский, народный артист СССР. Он, когда мы делали премьеру, он у нас и танцевал Шахрияра. И получилось так, что, когда мы снимали кино, он сказал, Андрей, мне дали постановку в Большом театре. Говорит, я не могу. Я говорю, а у нас съемки. Он говорит, Андрей, я точно не смогу на съемках быть. Буду волноваться, надо в театр бежать. Я сказал, Илза, давай, я как режиссер понимаю, что тебе нужно. Научить актера, который не танцевал в спектакль, выйти и сыграть очень сложно. То есть, человек, который танцевал, тогда ему было бы легко сниматься. Поэтому я взял, сделал все, наклеил, все сделал и вышел. Илза помог разыграть вот эту партию как нужно. Ну, в общем, как бы, видите, фильм мой, поэтому мне пришлось... Я в Петрушке тоже, я искал Петрушку долго-долго-долго. Я пытался найти, я говорил с Барышниковым, я говорил с Володей Васильевым. Все не смогли, и, в общем, мне пришлось сниматься самому. Но так как я знал, что я хочу, мне было легче. Мне было проще не объяснять и уговаривать, кому что нужно. Вот этого шахрияра, я прямо вот, я говорю, Павел Тимофеевич, я говорю, вы снимаете, а я прямо как бы Илзе буду подыгрывать. Потом спрашиваю, ну как? Нормально. А кто ваши последователи? Последователи? Детей растим. Вот они. Последователи, понравилось вам? Да! Ну, супер, очень рад. А Илза сейчас репетирует. У Илза сейчас репетиция, а они завтра будут показывать вот детской филармонии. Послезавтра, да? Завтра! Завтра! Я не по билетам, я по балетам. Ну давайте мы в следующем еще раз приедем. Очень приятно, очень радостно. И видите, то, что фильм-то снят в каком там, в 93-м году, представляете, что он не устаревает. Вот так как фильм с Галиной Сергеевной Улановой, да, счастье, что у нас есть это Ромео и Джульетта, и там «Бахсарайский фонтан» с Плесецкой и Сулановой. Они, эти фильмы, они остаются как часть нашей истории, как часть нашей культуры. Вот сейчас, если кто-то хочет что-то про Шахерезаду узнать, берет этот фильм, а так же не было. То есть вот я когда был маленьким, у папы были книги. И вот в этих книгах я видел фотографии старые, и видел эскизы Бакста, Бенуа, Головина. И я мечтал когда-нибудь эти спектакли увидеть на сцене. Ну вот получилось так, что я вот с детства начал, как вот дети играют в куклы, там, девочки, а мальчики в солдатиков, я так начал играть в театр. То есть вот то, что мне очень нравилось, я потом как бы это все в жизни и притворил. Вот теперь красоту такую можно увидеть. Шахерезада идет всегда на ура. Она идет уже 20, и жар-птица 25 лет на сцене Мариин. А завтра, 14-го, мы уезжаем с русскими сезонами в Дубае. Там открыли оперный театр, и они нас пригласили на гастроли, жар-птицу и шапиняну везем туда. Спасибо. Целую крепко, Ваш Лиепка. АПЛОДИСМЕНТЫ